привет всем любителям смотреть обзоры на скетчбуки сейчас будет мой обзор я джон 7 8 9 или просто джо это будет обзор на мой первый настоящий скетчбук поскольку раньше у меня были скетчбуки но я вела бы не так как сейчас все обычно ведут и как сейчас модно вот так что скажу немножко про него сначала это скетчбук фирмы 128 вот тут написано адрес магазина он размером форматом 6 вот очень маленький такой я никому уже не рекомендую такого формата покупать потому что на мой взгляд ну это по-разному всем но на мой взгляд слишком он маленький для рисования вот и рука свешивается и как-то не очень удобно с ним в принципе вот но в принципе он не нравился некоторое время и сейчас он самый любимый поскольку он самый первый и но такой самый приятный хорошо заполненный на мой взгляд вот хотя и не до конца ну можно его теперь открывать и да еще хотел сказать что он очень симпатично оформленный вот как книжка и как-то на сходках он всегда всем нравился я его немножко так наклеила всякими наклеечками вот такой веселый скетчбук на космическую тему которую я очень люблю вот здесь мои контактные данные немножко наклеек особо ничего не нарисовала на форзацах эти два первых рисунка в палочном стиле который я себе как-то придумала вот чтобы рисовать стрипы ну значит здесь вы видите с solar ну тут вообще так скажем все мои персонажи в основном я их рисую очень редко когда делаю фэндомные картинки вот solar и ее старший был от клостин и в общем-то я их не дорисовала вот и так и в принципе не взялась за это значит это очень старый рисунок вот этот достаточно ну как сказать новый в начале 2015 года я его делала год назад вот этот ирианна в в образе санта-клауса вот поднимается на гору как-то так вот и это северное сияние многие там думали что это свет солнечный но это не так в общем то ну здесь контактные данные всех со сходов это немножко получше поставлю значит это неинтересно а вот значит одна из редких фэндомных картинок на сериал не моя вина что я не популярна это тут тому как уроки вот гораздо лучше стало говорить со второго раза то это я к тому что я уже второй раз пытаюсь снять обзор значит ну так просто она тут стоит и пытается выглядеть сексуальной и добавляет себе вату в лифчик но как-то у нее не получается в общем то так как простая картинка вот но это скетч из моих персонажей это эсси это ее мама и нель вот она даже тоже беременная я люблю беременно изображать так но это ничего особенного тут значит это просто скетчи с метро я раньше боялась рисовать людей в метро сейчас я перестала так стесняться и тогда в то время я рисовала вот одни ноги вот и всякий всякую обувь но в общем как-то так странно ну тут тоже зарисовки с метро тут история такая что тетенька была с каким-то маленьким пушистым кроликом сидящим у нее на груди вот и она тут спит а тут я почему-то кролика еще сверху нарисовал в общем какой-то сюр немножко получился здесь мой основной персонаж ов вот значит и ну тут в разных видах как-то я рисовала когда у меня была хандра вот я тут смотрю даже определяют как лицо камера и ну тут я старалась его просто разные виды смущений изобразить на его лице вот по-разному это просто такая сложно сложно придуманная картинка вот она всем тоже почему-то нравится и мне нравится костюм который этот изобразила в принципе вот особенно вот это вот наплечник из черепахи прикольный так ну тут просто наброски из цветов здесь мужик это ничего интересного здесь ели и она тут в основном в ирландии тут даже вот из первой головы такая картиночка там где она сражается с котом вот значит ну так ничего особенно сказать не могу я просто люблю простым карандашом рисовать моих персонажей иногда так грамматично получается вот мэйди и где-то там пинджа сидит и с выражением фейспалм ну такая задумка была что типа он все так артистично делает и в том числе и уборку тоже вот но так я и не доделала эту картинку ну и нафиг а так вот это тоже винни но он тут какой-то грустный это я помню делала картинку на такую грустную тематику в том смысле что это было было падение самолета по-моему в Украине вот еще с того времени нет я тут не написала когда это было в общем когда я очень волновалась за эти все события переживала и поэтому сделала такую очень вот такую депрессивную картинку о том что задумывается о том как все плохо в жизни что-то у меня все время сюда влево я задвигаю скетчбок но неважно ну это просто маленький стрип о том что Винни похож на Камбербейча вот кто-то мне говорил об этом но я на эту тему сделала это первый трейд мне рисовала одна девочка со сходки на моей первой сходке ну это Шанталь тоже что-то что я стерла вот значит ну это просто я рисовала знаете сидела в метро и захотелось мне проверить насколько я помню анатомию ну скелет и смогу ли я нарисовать по памяти вот что получилось у меня полностью по памяти из всяких референсов но это было очень давно тоже я не доделала хотя была хорошая идея я тут с цветочком вот с цветочком у которого в серединке тоже череп с прибитым бантиком ну как-то так вот эти ребята такие наклейки должны были быть то есть я пыталась рисовать что-то на тему наклеек первый-первый раз вот и значит они скажем не очень так получились как наклейки вот я их просто так оставила они такие смешные и я тут их еще лаком покрывала блестящим вот немножко волноваться стала вот но я постараюсь с ритма не сбиваться вот я хочу очень быстро все это завершить потому что я обычно растягиваю у меня тут еще батарейка сядет значит вот тут с моего челленджа работы дальше идут челлендж состоял в том чтобы я каждую неделю рисовала по одной работе без ластика вот чтобы ускорять работу вот первая такая работка вот это вторая тоже без ластика вот такая баба яга русалка вот шариковой ручкой так тут и Нель и Ферк которые родители главного героя вот и тут видите просвечивается картинка сзади потому что я стала заливать лаком вот чтобы не смазывались рисунки тут мне нарисовала Нью со сходки Дориана так то еще ну здесь просто записи рисуночек цветочков вот еще тесты всякие маркеров так тут просто двойной портрет Эли и Шанталь вот и на самом деле они выглядят ну странно и вообще некачественно я очень сильно их правила в фотошопе и сейчас они вроде как очень миленькие в конечном рисунке да я хочу сказать что этот скетчбок еще действительно старый и в общем не удивляйтесь я сейчас мне кажется рисую лучше в общем то но хотела сделать на него обзор потому что тут много именно законченных рисунков вот когда я болела я тоже делала вот в неделю этот рисунок без ластика вот это фея мелюзина из французского фольклора я ее рисовала там даже с температурой что-то там такое получилось странное но она мне нравится потому что у нее такая змеиная кожа тут и даже тоже кажется сделала тут она тоже блестит как-то тоже я ее лаком покрыла вот и золото тут еще добавила в общем если немножко повращать то ну кажется что стиль таких средневековых моноскриптов как я люблю так что у нас дальше тут я пыталась снэпу нарисовать ничего не вышло я забросила я не люблю показывать этот рисунок так ну значит здесь тоже с своего челленджа без ластика вот такой вот фестрал но фестрал олень на фоне инвертированного звездного неба тут еще если кто знает это созветие ориона одна из редких созветий которые я запоминаю как выглядит так это тоже без ластика это салар вот салар и с фартрофом обращенным в ворона ворона так ну и как бы она на закате ничего особенного такого вот это я просто закрыла закрыла следующий рисунок что же не могу подцепить потому что маркеры просвечивают как вы видите достаточно сильно но я мирюсь с этим значит вот здесь у нас тоже фэндомный рисунок на зойтберга вот который сделал видимо кому-то страшная операция вот на самом он очень рад вот здесь дудлинг я попыталась дудл сделать хоть раз на тему этих огурцов индийских вот и получилась такие веселенькие картинки с китами с курицами так что тут у нас еще я просто стараюсь смотреть камеру вот и на камере не очень хорошо видно тут еще какой-то тоже кит вот все это маркерами фломастерами в общем дудл такой надо еще сделать такие так ну это от мари фрост это она мне лану рисовала значит здесь просто я маму рисовала здесь просто с набросок а здесь я еще немножко ее сделала ей вот такой шарш с нее на самом деле она выглядит немножко не так но это утрированные черты так ну здесь я просто пришла в свою старую художественную школу навестила порисовала терморты детей порисовала вот дети тут играли на гитаре здесь я нарисовала и лану маркерами она падает в какие-то горящие в каком-то странном сериалистическом пространстве среди горящих фигур и в общем выглядит очень испуганной вот но не знаю как мне пришла идея такая в голову однако вот что есть ну это для для моей акварели такой набросочный такой картон я им тоже заклеила я часто таким картоном заклеиваю все вот скетч с моей собачки с мопсика с мельки вот на ее любимом месте она сидит это прям с натуры скетч вот ну это винька я заклеила это очень грязные неаккуратные скетчи армика вот мне пожалуй нравится только вот этот наверное скетч да ну все остальные какие-то странные может быть вот этот еще немножко вот особенно страшно где он улыбается ужас какой ну это я делала без всяких референсов просто сидела в поликлинике здесь мы сидели с консольтайпером в кафе мы руками там вот я делала скетчи с людей вообще очень много набросков потому что я именно с этого скетчбука стала делать наброски с людей вот перестала стесняться этого это просто всякие птички там птички в движении это консольтайпер вот что-то читает тоже в кафе а это в метро наброски людей так это шанталь я ее вот это изображение еще перенесла на а4 и маркерами раскрасила вот она мне так понравилась что она тут такая не хочет чтобы на нее смотрели как она ест вот такая недовольная но тут тоже шанталь когда она еще в шотландии не обрезала волосы вот и даже с такой с нормальной челкой так но здесь она у меня не получилась это кошмар просто какой-то не будем не будем сострять внимание так это тут тоже персонаж который я так и не нарисую нормально он у меня не получается так что не будем про него говорить всякие наклейки которыми я наклеила сторону маркерная потекающая это эсси которая старше стестра Вини вот и она в общем такая здесь в все заплетается язык в японском стиле в общем там такая история была что я выиграла маркеры и меня попросили что-нибудь нарисовать ими вот это первый рисунок теми маркерами значит вот это тоже эсси и Кристина Анна Кристина Анна тут не получилось не смотрите на нее она ужасная вот но всем в общем то нравится как нарисованы волосы в принципе я тоже довольна вот этим ну там их противостояние но это тоже такой спойлер я не очень проработала еще эту тему вот и опять пыталась как-то вот этот фон там показать как сейчас обычно делают разные фоны по-разному оформляют вот тоже заклеила но эту тему я хотела давно развить в общем я хотела чтобы Дориан был на фоне луны и чтобы луна как бы его силуэтом как бы был ну как сказать чтобы он негативным вот этим пространством он как бы отделял от луны ее часть в общем он был на темной стороне луны как-то так вот значит ну это велосипед когда подарили вот я его рисовала первый раз это фарт ров вот этот какой-то мужичок стилизованный в метро такой 19 минут остается быстрее быстрее вот нет я просто правда хочу завершить еще до того как кончится время здесь изображен кувар со своими племянниками тире учениками вот но я их еще как бы тогда не дорисовала и сейчас бросила но вот он в виде кентавра льва какого-то в принципе нравится мне эта идея надо порисовать когда-нибудь на неизвестно когда я смогу и вообще захочу рисовать животных так что я никогда не загадываю так тут я еще архитектуру начала рисовать вот опять же стилизованные люди в метро такая парочка очень милая была вот так тоже тетенька в метро значит что ну тут просто не дорисованные не прорисованные в скетчеобразном виде фартров и клод ну в общем фартров кого-то обвиняет скорее всего в чем-то там дырян опять провинился вот значит тут просто на золотом фоне который я первый раз тоже вот пробовала акрил золотой сделать как многие делают даже не маркерами да просто фломастерами даже нарисовано тоже попыталась первый раз просто одними фломастерами обойтись вот ну тут гемира и салар значит они там что-то разговаривают а гемира заплетает волосы сестре вот этот ужас не смотрите это я пыталась животных рисовать но с натурой поэтому так получилось без всяких референсов это мне марикардах нарисовала здесь просто девочка в метро которая залипает свой телефон так это ужасные пейзажи как аварелью очень быстренький тоже можно не смотреть так девочка в метро этот стрип на тему того что я часто рисую там что в моем сюжете много что романтического вот и мне это не нравится и в общем я хочу как-то больше идейности привнести ну сейчас мне с этим уже лучше вот и еще на тему гомосексуализм вот но тут можно прочитать дисклеймер если что поставьте на паузу почитайте вот так значит тут у нас наброски растений вот сейчас наверное аккумулятор-то отключится ладно я тогда остановлю продолжим я остановилась на набросках метро и вот этом рисунке он недорисованный я его рисовала в метро вот суть тут в том что мы как-то узнали с Лешей о том что есть магазин для то есть консоль таппером с моим молодым человеком что есть магазин для детей и он где-то на крыласких холмах вот но мы не знаем где он именно и говорят что его сложно найти но мы подумали что на крыласких холмах наверное там то есть даже это моя идея была пожалуй вот что там значит гномы так плохо живут что продают свою одежду и дают ее за детскую в общем тут изображен гном который продает одежду вот маленький гноменок он не понимает что происходит так здесь наброски детей как-то мы на сходке были летом и вот я тут тоже девчонок рисовала со сходки ой что трясется так ну тут тоже наброски с метро тут такая прям интересная девушка такой азиатской азиатской национальной азиатской внешности вот тут тоже прям такая женщина интересная это сейчас подближу это гемира которую которая уже стала ну на этот момент значит даже богиней или как царицей на многих планетах вот который но население которых она учила и поэтому она так богато выглядит но она грустная из-за того что у нее лично жизнь не сложилась и как бы судьба у нее в принципе тоже не сложилась здесь здесь просто набросок бицепса тоже из метро в общем такой ну действительно скетчевый листочек тут много таких как из нормального скетчбука здесь я пыталась нарисовать Авреля или Авреля забыла извини Блейк я уже так давно читала за маской монстра это ее книга пыталась рисовать его Авреля по моему да превращающегося в Вервольфа значит тут тоже протекшая страница и тут фан-арт на инди-игру Брейд которую я сама не прошла но в принципе достаточно много прошла вот ну и как бы она примечательна тем что тут много так цветов достаточно я старалась такую легкую сделать такую иллюстрацию но я ее очень долго делала потому что мне не нравилось как Тим тут выглядит так ну что еще могу сказать ну тут вот мне нравится в принципе как я тотворк сделала на его пиджаке и вот здесь вот можно видеть как идут рефлексы разноцветные тут мелкие мелко-мелко тут вот как-то они такие разноцветные в принципе это одна из последних хороших работ из этого скетчбука и она мне нравится и еще тут много золота вот значит я тут использовала гуашь золотую и акрил и тут вот тоже вот ключики блестят да вот такие блестящие ключики в общем такая интересная работка это из предложенных своих осов мне предложенная в папку с осами кинули такую девочку я ее начала нарисовать но не дорисовала к сожалению значит что еще тут интересного тут просто наброски я училась джинсы рисовать здесь мне Татьяна сделала это такой вот у нас трейд такой с ней был я и рисовала ее персонажа Арсения она мне Винни тут нарисовала и тут эта картинка раскрывает то почему у него такие волосы оказывается он завивается мне очень нравится вообще этот трейд потому что он такой душевный я не знаю тут тоже приблизить она очень здорово нарисовала эмоции не знаю классно один из любимых моих рисунков который трейдов ну которых чужих мне которые подарков здесь значит Кришна вот он еще не дорисованный это фон арт по Махабхарате 2013 здесь он вместе с гусями потому что в заставке он очень часто появлялся вместе там с гусями другими райскими животными вот я тут попыталась в общем даже портретное сходство какое-то сделать но я так и не дорисовала я на самом деле запуталась в деталях в тхоте которые он носит и долго пыталась понять как она обустроена значит ну это трейдс результат трейд то есть даже с платоном она мне рисовала или ну платона наверное знают многие так это мне грамм рисовала много трейдов прям сразу пошло она дориан рисовала это я совсем недавно можно сказать сейчас рисовала пыталась тренировать перспективы людей так ну тут мне декасу сделала рисуночек нарисовала мне салар так ну и получается даже и все а скетчбок еще так даже и не закончился но я даже не знаю буду ли я его заканчивать ну скорее всего буду но как-то уже теряется у меня желание потому что он слишком маленький все таки для меня по размеру значит ну это вот форзац который я всегда заполняю еще до того как заполнил скетчбок просто чтобы клеить сюда всякие прикольные мелочи это мне наклейки присылала Ленни и вот ее пожелание письме вот я его сюда наклеила я вообще люблю вот именно так клеить на скотч так чтобы можно было с двух сторон посмотреть что там я так открытки клею всякие вот ну там Алиса по-моему там да такой стикер с Алисой значит ну это от Тофура кстати наклейка нестабильная сосиска очень симпатичная веселая такая это очень-очень старый рисунок я даже не помню сколько мне лет было акварелька такая это Солар я ее первый раз наверное здесь нарисовала вот но тут она в таком божественном странном нереальном образе вот и в общем то мне нравится до сих пор даже несмотря на то что это был тот период как раз когда я рисовала очень длинные носы у меня был такой период после школы несколько лет года два наверное ну это вот просто наклейки ну в принципе вот все петчбук подходит к концу спасибо за то что посмотрели вот и до следующих обзоров надеюсь скоро будет я нарисую что-нибудь пока